На сегодняшний день по самым таким, скажем, скромным подсчетам убито российских военнослужащих порядка 35-36 тысяч. Это не считая частные военные компании, которые идут по отдельной страхе расхода живой силы, это порядка еще 10-12 тысяч погибших. Вот считайте число. И совокупно, если брать санитарные потери, то общее число потерь составляет от 95 до 115 тысяч человек совокупно. Это и погибшие, и раненые, и ампутанты, и так далее, и тому подобное. То есть, вы понимаете, объем катастрофы, который сегодня, условно говоря, уже имеет российское сообщество. Как таковое. Понятно, что постепенно будут задаваться вопросы. Ребята, за что мы платим такую цену? Это же не цена там в миллиард долларов, да? Это цена конкретными жизнями людей. То есть, мы пришли под надуманным предлогом каких-то там нацистов убивать и так далее. Нам сказали, все это будет 72 часа. За 72 часа максимум. Вы помните, в первые дни вторжения были, периодически проскальзывали фразы, что максимальные потери, о которых говорил генеральный штаб и господин Герасимов, который тогда был в фаворе, они исчислялись от 200 до 1500 максимум человек. От 200 до 1500 это если там какие-то непредвиденные обстоятельства. На сегодняшний день вы имеете более 100 тысяч прямых и непрямых потерь. Это не считая военной техники, не считая материалов.